книга открытым оком тема старообрядцы том 10 вопрос 2397 если какие-то подвижки у патриархии чтоб осознать величайший грех в вине раскола возникновении старообрядцев зарубежный синод принес покаяние а эти еще не дозрели до нужной кондиции отвечает игнатий тихонович лапкин вот отрывки по этому вопросу из доклада митрополита гундяева кирилла цитата в еще большей мере чем в случае с зарубежной церковью проблема старообрядчества не является исключительно церковной у нее есть и иные аспекты социальные политические культурные церковный раскол нанес жесточайший удар по национальному самосознанию ломка традиционных церковно бытовых устоев и духовно-нравственных ценностей разделила некогда единый народ не только в церковном отношении но и в социальном народ и народному телу которая тогда вполне совпадала с телом церковным была нанесена рана губительные последствия которые живут в столетиях разделение российского общества вызванная церковным расколом стало предвестием дальнейших разломов приведших к революционной катастрофе разделение длящиеся веками становится привычным но даже если старая рана в какой-то момент почти перестает тревожить она продолжает обессиливать организм доколе не исцелена нельзя признать собирание русской церкви завершенным пока мы не объединимся во взаимном прощении и братском общении во христе с исконной ветвью русского православия духовное значение такого события даже трудно описать она далеко выходит за пределы того что называют церковной политикой можно назвать такие надежды мечтательными ведь путь сближения русской православной церкви со старообрядцами исключительно труден он не только не предвещает быстрых успехов но и не обещает быть безболезненным между нами лежит тяжкий исторический груз жестоких преследований старообрядчества между нами память о пролитой крови невинной и напрасной кроме того достижение желанной цели конечно же невозможно и без взаимного движения на встречу некоторым думается сегодня что признаков готовности к диалогу не достает как раз со стороны представителей старообрядчества что ожидавшегося отклика еще не получили все призывы и шаги навстречу нашим отдельным братьям предпринятые русской православной церковью в течение двадцатого века имеется ввиду прежде всего снятия клятв на дониконовские обряды подготовленная трудами членов поместного собора 1917-1918 годов и предшествовавших предсоборных органов а также митрополита сергия будущего святейшего патриарха и временного патриаршего синода 1929 года и в окончательной форме торжественно провозглашенные по местным собором русской православной церкви 1971 года однако же однако наше ли дело знать времена или сроки которые отец положил своей власти деяние 1 7 и нам ли указывать другим теперь очередь за вами от нас зависит другое честно и последовательно пройти нашу часть литургии так от нас зависит другое честно и последовательно пройти нашу часть пути богозавет к богозаповеданному церковному единству вспомним что еще недавно многим казалось как будто непреодолимым то средостейная которая отделяла зарубежную церковь от нас и вот настал час воли божией ощутилась тихая венья духа и путь к сближению оказался открытым убежден что у нас есть реальные основания для надежды на коренное изменения в самоотношении со старообрядцами во первых и это самое главное происшедшие в 17 веке раскол по милости божией не привел к появлению иной модели цивилизации как это произошло например в результате великого раскола востока и запада мы и старообрядцы разделяем одну и ту же веру не только в догматическом но и в жизненном выражении у нас одна система ценностей поэтому в практическом свидетельстве и служении обществу старообрядцы являются нашими естественными соработниками в противо в противостоянии натиску нивелирующего секуляризма который становится все более агрессивным в неприятии культа потребления и житейского успеха любой ценой в отвержении гуманистической религии человека божества старообрядцы наши ближайшие союзники если уж нам нередко удается объединяться в защите фундаментальных духовных ценностей с частью представителей западного христианства и даже иных религий то коль ми паче это возможно и необходимо в совместном делании с нашими ближайшими братьями нам действительно сам бог велел вместе отстаивать наши общие ценности при решении задач в области духовного воспитания в развитии церковно-государственных отношений в сфере благотворительной культурной образовательной деятельности включая например преподавания основ православной культуры в школе во вторых у нас со старообрядцами одно и равнолюбимое отечество нам одинаково дороги наследие и идеалы святой руси из истории хорошо известно что враждебные российскому государству силы неоднократно пытались привлечь на свою сторону старообрядцев спекулируя на их непростом а подчас и опасном положении в обществе но несмотря на все притеснения и гонения старообрядцы в подавляющем большинстве с достоинством и верностью оставались патриотами своей страны в третьих именно теперь впервые за долгое время сложилось наиболее благоприятные условия для доброжелательного и доверительного диалога ушли в прошлые времена когда господствующая православная российская церковь могла фактически рассматриваться как предаток государственной власти как ведомство православного исповедания когда государство своей заботе об интересах церкви как она их со своей точки зрения понимала действовать действовала присущими государству методами принуждения в том числе преследуя старообрядцев и стесняя их религиозную свободу с другой стороны у нас теперь позади и страшные годы государственного гонения против некогда государственной церкви а также подконтрольно безбожная власти существования у нас со старообрядцами есть теперь общий глубоко выстраданный опыт и наша церковь оказавшись в условиях небывалой в российских условиях свободы смогла вынести из этого опыта должные уроки ясно сформулировать свое собственное видение подобающих взаимоотношений с государством итак свобода от внешнего принуждения в делах церковных достигнута канонический канонический строй простите нашей церкви восстановлен клятвы на старые обряды и на придерживающихся их православных христиан поместным собором 1971 года торжественно упразднены и вменены яко не бывшие отвергнуты все порицательные вызова выражения относящиеся к старым обрядом эти последние признаны равноспасительными и равночестными новым обрядом поместные соборы русской православной церкви 1988 года вновь подтвердил это деяние и в обращении ко всем держащимся старых обрядов православно верующим христианам не имеющим молитвенного общения с московским патриархатом именовал их единокровными и единоверными братьями и сестрами в дополнение к тому священный сенот русская православная церковь 4 июня 1999 года принял определение в котором вновь призвал ип архиальных архиереев и духовенство учитывать в практической деятельности упомянутые общецерковные решения а церковное издательство далее в кавычках применять критический подход к переизданию литературы напечатанное в дореволюционное время когда под влиянием светской власти старобрячество критиковалась некорректными и неприемлемыми методами кавычки закрыты особенно важно что священный что священный синод осудил имевшие место в истории насильственные методы преодоления раскола явившиеся результатом вмешательства светских властей в дела церкви что же еще нам предстоит сделать чтобы достигнуть подлинного примирения со старобрядцами или во всяком случае как говорилось выше пройти всю часть пути прежде всего нам необходимо на деле реализовать выше указанные мудрые решения к сожалению до ныне это не достигнуто из-за чего братья старобрядцы порой упрекают нас в неискренней декларативности нам говорят например если оба обряда и в особенности оба способа совершения крестного знамения давно уже признаны вами равночестными почему же бы в учебниках закона божия которых в последнее время издано множество мы не находим указания на возможность двух способов перстосложения хотя бы мелким шрифтом в примечании почему вами не издается богослужебная литература печатавшаяся при первых пяти русских патриархов сборники крюкового пения почему в ваших духовных школах можно получить лишь крайне скудные сведения об особенностях богослужения по старому обряду почему в беседах с вашим духовенством не редкость услышать предвзятое или некомпетентное мнение о причинах нашего разделения подчеркнуто без всякого критического подхода из полемической литературы столетней давности а подчас приходится встречаться из хулой на старые обряды почему несмотря на упомянутое определение священного синода по-прежнему переиздаются и предлагаются в приходских лавках книги и брошюры в которых не трудно встретить не только не объективный но подчас и попросту оскорбительный взгляд на старообрядчество и надо признать не особенно убедительно звучит ответ что в сущности до сих пор отсутствует хорошо налаженный механизм контроля над выпускаемой и переиздаваемой на местах церковной литературы жалуются и на трудности которые порой возникают при попытке наладить отношения с поместными представителями духовенства русской православной церкви особенно если возникают имущественные проблемы как подметил один старообрядческие деятели возникает парадоксальная ситуация соборы принимают определение считать клятвы на старообрядцев и порицательные выражения о старых русских церковных обрядах яка не бывшими а на местах уровень информативности духовенства об этом настолько низок что яка не бывшими становятся сами эти определения так еще раз как подметил один старообрядческие деятель возникает парадоксальная ситуация соборы принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные выражения о старых русских церковных обрядах обрядах яка не бывшими а на местах уровень информативности духовенства об этом настолько низок что яка не бывшими становятся сами информированности а я опять формативности читаю господи помилуй устал уже соборы принимают определения считать клятвы на старообрядцев и порицательные выражения о старых русских церковных обрядах яка не бывшими она видна на местах уровень информированности духовенства об этом настолько низок что яка не бывшими становятся сами эти определения действительно в 1971 году поместный собор торжественно засвидетельствовал что цитата спасительному значению обрядов не противоречит многообразие этих не противоречит многообразие их внешнего выражения которое всегда было присуще древней неразделенной христианской церкви и которая не являлась в ней камнем преткновения и источником разделения кавычки закрыт однако выполнили ли мы обязательства которые взяли на себя 33 года назад до сих пор в повседневной жизни церкви мы почти не видим фактов которые подтверждали бы возможность полноценного существования двух обрядов в лоне русской православной церкви что представляется важнейшим условием для восстановления единства со старообрядцами в будущем и вот из-за отсутствия реального движения навстречу появляются люди которые стремятся старые мехи раскола наполните новым вином и сделать старообрядчество агрессивным началом направленным против русской православной церкви как правило эти младо старообрядцы не являются выходцами из исконно старообрядческой среды а находится в перманентном поиске чего-то радикального и оппозиционного развитию диалога со старообрядцами могло бы способствовать и более вдумчивое осмысление тех причин которыми была порождена трагедия раскол нам стоит изучить и опыт русской зарубежной церкви которая все более становится нашим общим достоянием несмотря на достаточно напряженные в то время отношения с московским патриархатом на архиерейском соборе русской зарубежной церкви 1974 года было принято постановление о старом обряде и старообрядцах весьма схожие с деянием нашего повестного собора 1971 года а в октябре 2000 года архиерейский собор рпцз обратился к старообрядцам с посланием в котором выражено глубокое сожаление далее цитата о тех жестокостях которые были причинены приверженцам старого обряда о тех преследованиях со стороны гражданских властей которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии русской церкви кавычки закрыты архиерей рпцз провозгласили свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и восстановить полное общение с теми кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви следует знать также что в составе иерархии русской зарубежной церкви есть и епископ ответственные за ее старообрядные приходы все эти обстоятельства нам необходимо учитывать в контексте развивающегося сближения с зарубежной церковью проведению конференции предшествовало богослужебно богослужение совершенное по дониконовскому чину в успенском соборе московского кремля проводилась работа на местах способствовавшая урегулированию конфликтных ситуаций вокруг некоторых храмовых зданий однако жизнь показала что комиссия в рамках которые предполагалось объединить как представители русской православной церкви так и представители различных старообрядческих согласий встречается с постоянными затруднениями в своей работе и это затормозило развитие диалога хотелось бы отметить что на сегодняшний день диалог со старообрядчеством более успешно развивается отдельно с каждым согласием желание к тому у многих старообрядцев есть как показали в частности контакты отдела внешних церковных связей с московской метрополией русской православной старообрядческой церкви особенно успешно развивающиеся после недавнего избрания ее предстоятелем митрополита андриана полезными будут совместные действия в области возрождения культурных и духовных традиций общие проекты в области книгоиздания проведения научных мероприятий духовных концертов все те шаги которые действительно способствуют установлению добрых личных отношений могущие затем перерасти в качественно новые отношения на межцерковном уровне кавычки закрыт газета вечерний барнаул 4 сентября 2004 года страница 2 газета вечерний барнаул 14 сентября 2004 год страница 2 хранители старой веры о пребывании в барнауле главы русской православной старообрядческой церкви белокринской иерархии митрополита московского и всея руси андриана четвергова на пол страницы доброе отношение автора виктора зубенко и интервью и не слова не о христе не о библии митрополит говорит цитата недавно у нас появилась епархия в германии когда к нам перешел епископом в россии со своей паствой 1971 году собор рпц и официально признал старые обряды равночестными новым снял свои клятвы в отношении старообрядцев но это отвечает ли что что но это означает лишь то простите что он что они видимо сняли с себя необоснованные и несправедливые клятвы которые тяжким временем лежали именно на рпц а нас они собственно и не касаются к тому же это решение позволяет им исполнять старые обряды в своей практике мы же остаемся при своем мнении что старые обряды более чистые и благочестивые знаменное пение более способствует церковному духу то же самое можно сказать и просто то же самое можно сказать и про старые иконы знаменное пение более соответствует церковному духу то же самое можно сказать и про старые иконы знаменное знаменное то же самое можно сказать и про старые иконы мы осеняем себя крестным правильно знаменем или знаменем знаменем наверно да как правильно на тихонько так мы себе мы осеняем себя крестным знамением так же как и древние святые изображенные на иконах на примеры сергий радонежский старообрядцы это люди которых не устраивает поверхностность по формализм они хотят вникнуть в веру глубже что же касается введение сана патриарха то мы на примере новозыбковской церкви убедились что это необоснованный и наверное преждевременный ход которым они скомпрометировали церковь и себя мне кажется до патриарха нужно дорасти а тенденции роста у нас имеются к нам присоединяются священники той же новозыбковской церкви и новообрядческие священники которые видят у нас сохраненную в чистоте и первозданности веру христову сейчас светские власти к нам благосклонны во время визитов я постоянно встречаю с губернаторами с главами республик и городов это самый молодой возглавитель старообрядчества за всю его историю с 1846 года кавычки закрыты тут интересно вот так шел на сближение и такой был передовой и внезапно умирает внезапно в крестном ходу были тут умер вот это тоже вызывает какие-то подозрения не убрали ли они сами его пораскиньте умом из живых кто то есть кто на бога надежду свою возлагал чтобы он не донес до могилы свой крест чтоб ему помешали масоны кагал не постыдно закончить турне по земле и без паники к финишной выйти прямой перед ямой разверстаю не обомлеть смятым новым террором и старой тюрьмой изучайте историю книги читайте расспросите седых переживших страдания без куска не остались и ныне в достатке кто от голода умер из-за них подаяние верить в бога всегда хорошо страхом божьим обуздывать страсти и стирать вожделение свои в порошок а не веря как знаем не красит если даже внезапно взорвут самолет на которой на котором с женой и детьми наша жизнь с иеговой не на самотек мне не надо словами петлять и темнить в узел божий завязаны даже секунды что отпущены мне до зачатия в утробе полк ислама из смертниц военная хунта даже пальцем не тронет ехидны отродья бог всесильной рукой раз бог всесильной рукою развеет все беды хорошо доверяться ему и молиться это это лишь в этом спасенного кредо как на общей картине напишется кистью в непогоде шальной и в худую годину еще ближе прильнуя к библейским обетам как бы ни было горько любимых покинуть и о песнях жалеть они мной не допеты боль страдания уйдут перейдет все в награды так до царских палат и дойдет паучок будет вечная радость избегнувших ада с неба нашим страданиям ведется учет 27 сентября 2004 года игнатий лапкин и и